Расскажу вам, каким образом я перестал быть христовым попрошайкой. Ну, как бы это ни выглядело смешно, с одной стороны, но за долгие годы своего наблюдения, пастырского служения, проповеднической деятельности, да и своей собственной личной жизни, давно замечал, что в основном верующие практически во всех протестантских собраниях любого направления, будь это баптисты, харизматы, адвентисты, писятники, неважно. Все молитвы к Богу направлены только на попрошайническую цель. Ну, то есть в основном у нас верующие занимаются тем, что попрошайничают. И очень часто я замечал в своей личной молитвенной жизни, что чтобы чего-то получить от Бога Израиля, с которым мы заключили завет на крови, на крови невиновного человека по имени Иисус, согласно Евангелия. Кстати, хочу еще раз для вразумления напомнить, что это было кровавое человеческое жертвоприношение. Человеческое. Вот где же наша была осознанность, сознание и понимание? С одной стороны, христиане очень часто в своих проповедях говорят, что язычники совершали человеческие жертвоприношения, но тут же у самих себя под носом не видят, что на каждом собрании проповедуют о человеческом жертвоприношении невиновного Иисуса, которого подобно агенцу, то есть жертвенной овце, принесли в жертву Богу и Ягове, которого большинство из христиан считает Отцом Иисуса Христа. То есть получается, что Богу Отцу, христианскому Богу, Богу Израиля, принесли в жертву человека, человеческую кровь. Ну, согласно Евангелия, это факт. Иисус по Библии является жертвой. Так это же не жертва барана, не голубя, это человеческое жертвоприношение. И только спустя 20 лет у меня как будто лампочка загорелась в голове. Тем более, чем больше я молился и понимал настоящего Бога, то больше я осознавал, что тот Бог, с которым я общаюсь, он вообще-то отличается от того Бога, о котором написано в Библии. Ведь вся моя душа показывает, что настоящему Отцу нашему, Небесному, не нужны в жертву не то, что голуби там, бараны, тельцы там, а люди. Это же вообще шокирующая, просто шокирующая информация. Ведь человек, Иисус Христос, это жертва предношения. Когда я это осознал, я был даже шокирован. Плюс, когда я стал разбираться и задавать сам себе вопросы, то вообще получается, кому Бог Отец отдал в жертву Иисуса? Кому? Ведь дописано, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Вопрос, кому отдал? Он же кому-то его отдал в жертву, раз Иисус это жертва. Либо самому себе в жертву отдал своего собственного ребенка, либо в жертву дьяволу отдал. Для чего, спрашивается? Ну, согласно Библии, для того, чтобы простить людей и примирить их через это человеческое жертвоприношение с самим собой? Другой вопрос. Неужели Творец Мира не может людей просто так простить? Просто через осознание их греха? Просто через покаяние и исправление своей ошибки? Нет. Но для того, чтобы людей простить, нужно было своего собственного Сына отдать в жертву самому себе. Парадокс. Поэтому на таких вопросах вся моя христианская вера в Библию разрушилась. Но при этом моя вера в Бога, который есть свет, а также любовь, это женское качество, это женский род божественной любви. Моя вера в Бога не разрушилась. Я просто перестал подчиняться Библии, потому что я пришел к глубочайшему анализу, к глубочайшему пониманию, во-первых, осознания своей души, что моя душа, она от Бога пришла в этот мир. От Бога. И я должен слушать свою душу, потому что я – это неотъемлемая часть великого безначального света, благодаря которому произошло все. Почему вот когда ты попросишь какого-то грешника, грубо говоря, то он тебе практически сразу поможет. Его не надо умолять и упрашивать, не нужно перед грешником стоять на коленях. И однажды я стал себя ловить на таких моментах. А почему я должен перед Богом, который есть Отец мой Небесный, ну тогда я еще Богом считал своим Отцом Небесным, Бога Израиля. Вот. Я думал, а почему я должен, как бездомная собака, стоять на коленках и постоянно выпрашивать у Бога какие-то свои нужды, чтобы Он их покрыл, чтобы Он благословил. А если не получаешь ответа, то начинаешь сам себя упрекать, искать какие-то в себе недочеты, грехи какие-то, постоянно обвинять. И от этого просто душа, она разрывается. Но с другой стороны, тебя так же прессингом вот этим давит. Вот, значит, просите и не получаете, потому что не на добро просите, а для собственных вожделений. В общем, при любом раскладе, что бы ты ни просил, и если ты не получаешь, виноват и остаешься ты. Я заметил, что со стороны библейского Бога, которого я перестал вообще считать своим Отцом, Он был моим усыновителем. Согласно Библии, Он нас усыновил. Я от Него ушел, осознав, что у меня есть мой настоящий Бог. Другой Бог. Действительно. Перед Которым не надо стоять на коленках и попрошайничать. Я вообще перестал попрошайничать что-либо у Бога, у неба, как вам нравится. Вообще не попрошайничаю, ни о чем не прошу. Вообще не прошу. Просто я понял, что во Вселенной работают другие принципы получения желаемого. грешника попросишь, он поможет, а Бога надо умолять на коленках, поститься, голодом еще себя вот это морить, смиряться, что-то выпрашивать, чтобы что-то выпросить. Это нужно молиться. Верующие по три часа молятся, там целые молитвенные собрания. Всю ночь они молятся, чтобы что-то выклянчать. Вопрос, что это за отец, которого дети должны попрошайничать и клянчить. И то еще подумают, дать или не дать. А если не дал, значит, ну, значит, такова его воля, типа смиряйся. Раба, Божий раба. В оконцовке я стал замечать, что когда я переставал молиться, то бишь попрошайничать, я увидел, что я стал получать желаемое. И вот этот анализ и личный жизненный опыт, такой вот молитвенный, привел меня к этому осознанию, что чем меньше ты попрошайничаешь, тем больше ты получаешь. Я это заметил. А когда ты постоянно, как я раньше, там толдычишь вот это, написано Господь, вот тут сказано, ибо где двое или трое попросят, да будет вам, и так далее, и тому просишь, просишь, вообще нифига не происходит. Руки возлагаешь на больных, ничего не происходит. Конечно, я не говорю, что вообще полный ноль. Нет, и Егова иногда, как написано в Библии, крохи падают со стола господ, псам. Помните, да, в Евангелии нас отождествляют с псами, которым иногда крохи перепадают со стола господ. И вот однажды я понял, ты, да не хочу я быть вот этим псом, который должен выклянчивать постоянно, что-то там у господина. Я понимаю так, если мне кто-то хочет помочь, Бог это или человек, то мне и так помогут. И самое лучшее, я понял, в чем моя свобода стала, ни от кого не зависеть, и ни от кого ничего не ждать. И вот я заметил, когда ничего ни от кого не ждешь, и от Бога, ну хотя от библейского Бога я давно перестал ждать, и честно говоря, от библейского Бога вообще ничего не хочу. Потому что он мягко стелет, да потом колко спать. Это правда. Вот, потому что прежде чем что-то у него выпросить, это нужно... Ой, ладно. Впрочем, кому я рассказываю, вы же верующие все прекрасно, сами осознаете, да? Вообще не нужно никого ни о чем просить. В смысле, там вот молиться, там Бога просить. Я для себя. Вы можете просить, это ваше дело. Я увидел, что принцип работает другой. Работает принцип, когда твоя мысленная энергия направлена на желаемое. Когда ты в мыслях внутри создаешь вот образ желаемого. И когда ты просто об этом думаешь, да, вот то, что бы ты хотел, то эта мысль, она начинает реализоваться. Ты как бы из невидимого мира притягиваешь желаемое для своей души. Не надо об этом даже просить. Это происходит все на внутренних процессах. На процессах мыслей, твоих образов, которые у тебя в голове. И это все приходит. Можно даже просто без молитв выписать на бумаге все, что тебе надо, твои нужды. Просто. И размышляя об этом, это приходит в твою жизнь. Мы с женой 10 лет назад таким образом, когда поженились, написали список желаний. И все, что мы написали, выписали, они пришли. И я понял, для этого не нужно заниматься молитвами и попрошайничеством. Примерно вот таким вот образом. Все.